здорово скиловички это бентли как бустить vn8 что ты слышал о подставных лбз и о чем говорит артовод боря с завода хочешь знать ссылка в описании подписывайся лада седан баклажан здравствуй мой дорогой зритель тебя приветствует сантехник и 140 выпуск передачи вот уроды самой аполитичной передачи по миру танков или может быть нет или может быть нет или аполитичный но это маленький спойлер на будущее так поехали пятое место и кто это у нас тут ой-ой-ой да это победители прошлого выпуска аподжера правда где-то он потерял своего друга аподжера с которым они уже попадали в эту передачу наверное раз пять или шесть ну не буду гадать не помню точно но много на этот раз он с напарничком у которого ник патриот из украины 2007 который тоже уже свою очередь попадал в эту передачу но на самом деле он никакой не патриот но об этом в продолжении кстати передачи не в этом реплее в другом я вам приведу примерчики я вам докажу что на самом деле никакой он не патриот а это просто троллинговое название на которое некоторые кидаются просто бросается это специально для того чтобы на нее накинулись убили а его совзводный добил голубого или поголубевшего союзника таким образом они сливают бои и так наш патриот движется в сторону противника никого не трогает собственно говоря просто раш по центру и сливается а лттб пристает к артиллерии ничего нового и в общем-то ничего интересного но поверьте дальше будет интересней потому что этих персонажей мы еще вполне кое-кого увидим четвертое место вы когда-нибудь играли в одной команде со слепым а с двумя сразу по моему это вообще гремучая смесь тем более когда они находятся примерно в одном квадрате это просто пипец знаете что я вам скажу когда мне было два годика и когда я только научился ходить мне папа постоянно говорил смотри под ноги смотри под ноги потому что ты постоянно спотыкаешься и падаешь вот если ты будешь смотреть под ноги ты падать не будешь но похоже нашим этим двум героям папа такого в детстве не говорил поэтому они и ходить очевидно не умеют и в игру играть не умеет и вообще у них жизни одни сплошные проблемы хотя вполне возможно они просто действительно очень плохо видят и дело даже вовсе не в мини карте многие говорят мини карта там мешает там то сегодня выключена мини карта у человека да нет какая мини карта о чем вы говорите он даже не смотрит куда едет fcm здесь точно такой же собственно говоря очень сложно определить кто из них кому больше всего помешал но хомяк наверное все-таки больше хотя и fcm точно такой же ну да ладно это все лирика сами понимаете что между этими двумя персонажами градус накаляется у них уже какая-то статическая искра между ними пробегает и уже не готовы разорвать друг друга потому что они постоянно друг другу мешают они постоянно сталкиваются это просто два слона в посудной лавке встретились по какому-то невероятному случаю но в итоге противники закончились и хомяк затаивший обиду видеть впереди едущего fcm и решает его шотнуть но на этом еще не конец истории хомяк все-таки убил fcm а смотрите что он написал в чат он просто его там это за весь бой достал скажем так ну собственно ладно продолжение истории хомяк ищет последнего противника в лице 704 объекта он ищет его уже три минуты вот он реально изъездил несколько квадратов где последний раз светился 704 можно было уже десять раз догадаться что его тут нет он давно отсюда уехал но хомяк не оставляет надежды и он уничтожает арту которая стоит на захвате за это он улетает в автобан из 3 который светится на горизонте съехал захвата и тоже поехал искать 704 в итоге он найдет и погибнет от его рук а черепаха которая единственная под конец останется в живых она просто не успеет на захват это самый обидный слив который только можно было придумать это просто это просто капец а все благодаря чему благодаря одному слепому который еще умеет стрелять и по союзникам вот уроды да нет не все так просто молодой человек две взводные арты наносят очень большой урон команде противника уничтожают семерых и одна из них становится на захват вероятно чтобы взять медаль рейдера потому что она так и не засветилась ни разу но не суждено потому что союзный гве считает что нужно добить ситуация была 5 в 1 кроме того погибает еще один союзник от рук той самой артиллерии которая осталась последняя совзводник пытается отомстить за своего друга но гве 100 профессионал у него 18 ребят 18 тысяч боев на гве 100 и поэтому он не промахивается бой спасает лишь счастье что 207 без пробития кидает в борт прототипу если бы он пробил вполне возможно это было бы или ничья или поражение ну а так тут пацанам просто повезло добил кстати тот самый гве вот уроды ну и на втором месте у нас продолжение начала передачи давайте посмотрим состав взвода который у нас тут попал нубище из клана очко я какой-то которого я уже где-то видел этот ник и все тот самый патриот из украины в одном из выпусков этот патриот уже попадался и мне кто-то написал в комментариях какое ты вообще какое твое собачье дело какой ты имеешь право оскорблять настоящих украинских патриотов которые даже в игре так себя называют вот вот это настоящий патриот ну хорошо давайте посмотрим что у нас будет дальше первым в ангар улетает тот самый чувак который блокировал сотку хорошо вторым улетает арта которая притащила весь этот чудесный взвод в бой 10 уровня и потом в дело вступает наш патриот патриот из украины как вы думаете что он ответит на вопрос кромвель ты дурак давайте просто посмотрим на экран то ли то ли патриот гей то ли гей патриот ну как то как то в общем то нам нужно определиться я думаю ну всяко бывает в жизни но вот этот момент очень комический обратите внимание кто убил этого кромвеля на его ник во первых а во вторых из какой он команды он из команды противника как он увидел как он не попал в сотку а попал в кромвеля я честно не понимаю возможно судьба все-таки есть на самом деле и я хочу сказать ребята итог этой басни таков мораль не ведитесь на этот тупой троллинг это просто обыкновенный троллинг а вы на него просто попадаетесь вот уроды на первом месте все начинается спалить срача и зачинщиком здесь у нас является лёня голубков из клана очко лёня лёня как тебе не стыдно ну собственно не в лёне дело потому что он никого не подпирал ни в кого не стрелял и ничего не делал и его самого грохнули в самом начале боя за что пострадала фвшка 304 я честно так и не понял по моему он вообще молчал но я так подозреваю что дикер макс его с кем-то перепутал после этого дикер становится голубым и его начинают расстреливать союзники в целую кучу разных дудок давайте посмотрим чем завершится эта ситуация так один стреляет второй даже картонного дикер макса кто-то может не пробить удивительно странно так дикер улетает в автобан после выстрела по сушке кроме того в сушку попадает еще носорог который там стоял где-то вдалеке от лица которого записан этот реплей зачем он это сделал я так тоже не очень понял здесь уже все стреляют ради того чтобы в кого-нибудь пострелять из союзников ну в итоге носорог собственно голубей ты тоже улетает в ангар но и это еще не все еще не все разобрались между собой кто здесь прав а кто виноват кто здесь главнее а кто нет ну давайте понаблюдаем за тем как будут развиваться дальнейшие события сюда подъезжает леопард так леопарду там что-то где-то не понравилось очередь из пулеметика и еще один союзник улетает в ангар ну разумеется леопарда просто так в живых не оставит потому что леопард приобретает свой голубой цвет голубых как известно геев голубых всяких таких все что связано с голубым не очень-то любит мягко говоря ну и разумеется и разумеется леопарда уничтожают в общем как-то так минус 6 стволов причем совершенно не боевых это разборки между собой ребят напоследок я хочу сказать не ведитесь на все эти политические срачи троллинги и так далее на самом деле это ведь игра и здесь мы приходим для того чтобы получить удовольствие расслабиться а не для того чтобы сагрится друг на друга и пострелять своих союзников на сегодня у меня все подписывайтесь на канал ставьте лайки ну а пока пока